Друзья, всем добрый день! И сегодня особенный день, потому что сегодня на обзоре у нас абсолютно новое поколение Hyundai Santa Fe 2024 модельного года. Будет интересно, поехали! Друзья, всем добрый день! Друзья, ну что, всем привет, Солнечная Флориды! На дворе уже в феврале месяц это видео снимаю на этой же неделе, на которой выходит, соответственно, это видео, воскресенье, как обычно, друзья. И что, давайте начнем, наверное, без долгих вступлений, новый Santa Fe 2024. Друзья, хочется начать мое повествование и вообще обзор этого автомобиля именно с дизайна, потому что дизайн как раз этого автомобиля вызвал просто бурю эмоций, негодования, кому-то нравится, кто-то эту машину ненавидит, но это реально, ну, просто очень-очень-очень сильный отход от того, что было до этого у Hyundai Santa Fe. Это уже пятое поколение, получается, четвертое выпускается с 2018 года, это пятое поколение, абсолютно новое, абсолютно интересный, интересный вот такой вот дерзкий, я бы сказал, дизайн. И что хочется отметить, интересный момент, если обратить внимание на Santa Fe текущего поколения, четвертого, вы помните, у него оптика переехала уже в бампер, соответственно, вниз. Это же поколение, но интересно, что оптика у нас вернулась на прежнее место, то есть это, кстати, будет плюсом, я имею в виду переднюю оптику, естественно, головную, это будет плюсом для тех, кто, соответственно, ценит такой более классический дизайн. И вообще автомобиль получился довольно-таки, он коробкообразный, да, он закос то ли на, я не знаю, на Land Rover, на Defender, где-то кто-то его называет GELIC на минималках, кто-то его называет Ford Flex. Помните Ford Flex, такая квадратная приземленная модель? Я почитал группы американские здесь на Facebook и владельцев Hyundai Palisade и текущего Santa Fe, и все просто, ну, в основном, процентов 90, наверное, комментариев просто ненавидят эту машину, сравнивают с Ford, да, с Flex. Вот, честно, я сейчас не буду слишком много дискутировать, мое дело показать вам этот автомобиль со всех ракурсов, и давайте, наверное, начнем все-таки внешку. Итак, самое основное, что прослеживается в этом новом поколении, это буква H, Hyundai. Соответственно, H у нас и в фарах, H у нас, если продлить вот эту полосочку, соответственно, H у нас и посередине получается, H и в бампере у нас получается, и задние фонари у нас тоже H. И везде вот это вот таким вот лейтмотивом проходит именно буква H. Дальше, ну, оптика, я уже сказал, она, кстати, прожекторного типа, полностью LED, также у нас и поворотнички тоже LED, так как у нас рынок США, соответственно, здесь вот эти вот рефлекторы, отражатели. Версия эта у нас не самая база, это версия XRT, она была и в предыдущем поколении Santa Fe, и в этом поколении. Помимо прочего, эта машина имеет на полтора дюйма больше клиренс, итого не 208 миллиметров, а 228 миллиметров, в принципе, в основном за счет того, что здесь стоит резина BF Goodrich All-Terrain. Парктроники по кругу, также отличительная часть версии XRT, это черные корпуса зеркал, и, в принципе, вот это вот весь пластик, оперение, оно похоже на остальные версии, в принципе, здесь особо отличий нет. Вот, ну, кому нужно больше клиренса, пожалуйста, колеса у нас здесь стоят. Хотя, изначально говорилось BF Goodrich, друзья, а вот здесь уже стоит Continental. Возможно, какая-то партия машин, я точно помню, я видел пресс-релиз, возможно, какая-то партия машин будет идти с резиной Continental. Вот, Continental Terrain Contact 245 на 60 R18. Обычные у нас стойки Макфорсона, соответственно, пластиковое оперение по кругу. Ну, такая вставка Santa Fe, черные корпуса зеркал у нас, бесключевые датчики только на передних дверях, задние диски точно такие же. Вот этот интересный момент в плане дизайна. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, вот эта штука открывается для того, чтобы открылась ручка. Я не буду сейчас ломать, я не помню точно, как она открывается. По-моему, вот туда вот нажимаешь на вот эту верхнюю полоску, грубо говоря, ты можешь взяться за эту ручку, там, встать на колесо и посмотреть, что-то там прицепить на рейлингах. С другой стороны, я понимаю, почему нельзя сразу за рейлинги взяться. Возможно, это для людей невысокого роста сделано. Вот, друзья, ну просто посмотрите на эти формы. И по фотографиям изначально у меня было впечатление, что он больше палисада. Хотя, на самом деле, оказывается, что он далеко не больше палисада. Вот, кстати, стоит палисад. Палисад по-прежнему у нас длиннее, шире и у него больше колесная база. Задняя часть автомобиля, друзья, она самая странная, как мне кажется. Видите, прослеживается буква H, но здесь уже, скорее всего, не диодные задние фонари. Лампы заднего хода у нас снизу, в самом низу бампера. И, кстати, вопрос, почему они разместили так низко задние фонари? У инженеров получилась возможность как бы сделать максимально широкую крышку багажника и разместить фонари снизу. То есть, почему-то вот именно из-за специфики размещения задних стоек на шасси вот получилась такая компоновка задних фонарей и дизайн. Снизу отражатели, выхлопная труба у нас только с одной стороны, надпись SRT, Santa Fe. Кстати, черные вот эти все бейджики. XRT может быть еще в черном цвете, тогда вы вообще не увидите ничего, если он будет черный, плюс черные бейджи. Вы вообще не поймете, что это за автомобиль. Парктроники по кругу. Спойлер вот такой вот, рейлинги. Ну вот, новый Santa Fe. Друзья, обязательно пишите в комментариях, как вам он нравится или нет. Я думаю, что обязательно автомобиль вызовет явно двоякие чувства. Часть аудитории, скорее всего, скажет, вау, круто, прикольно, необычно. Часть скажет, ну, такое. Плюс, если сейчас посмотреть, у нас крылья. Это все металл. То есть, это не какое-то там пластиковое расширение. Это фактически продолжение крыла. Бампер, само собой, пластиковый. Остальная часть кузова у нас металл. То есть, у нас такое вот небольшое расширение. Оно псевдо-расширение, потому что больше оно, по сути, как расширенные арки идут. Не полноценные такие вот широкие крылья, как у спортивных каких-то автомобилей. Машина собирается в США. Вот здесь видно уже неровное. То есть, здесь немножко у нас неровный стык. Вот, есть огрехи небольшие, если прям сильно всматриваться. Но, в общем, машина выглядит достаточно интересно. То есть, любителям каких-то квадратиш, практиш, гутен так и тому подобное, друзья, я думаю, зайдет. Но спереди это, конечно, какой-то космолет. Под капотом, друзья, два двигателя будут предложены для нового, ну, точнее, уже предлагаются для нового Санта-Фе. Это всем известный 2,5-литровый турбо на 280 лошадиных сил, 277 американских. То есть, это где-то 284-285 это PS европейских и 420-425 Нм крутящего момента. Все они в паре с восьмиступенчатым роботом на 8 передач. Вот, дальше, что у нас еще есть из интересного? Из интересного еще есть двигатель гибридный. Это будет 1.6 Turbo, тот же, который на гибридном Tucson и на гибридном Santa Fe. 1.6 GDI, тоже с прямым впрыском мотор на 240 лошадиных сил. Ну, приблизительно с одним электромотором и с шестиступенчатой обычной коробкой передачи с гидротрансформатором. Вот. Газовые упоры. То есть, двигатель тот же самый. Я вам показывал его и в тест-драйве недавно новая Hyundai Sonata, и про Kia Sorento. Вот, буквально, несколько дней назад рассказывал. Я тестил это в Kia Sorento, я тестил это в Hyundai Santa Fe 2,5 Turbo, Sonata. То есть, этот двигатель мне знаком полностью, как бы, я про него уже достаточно досконально рассказал. Особо проблем нет. Единственное, что тонкие, как бы, промежуточные вот эти расстояния между цилиндрами, соответственно, надувать его сильно каким-то чипом, ну, чревато, если честно. И у некоторых это проявлялось в пробитии прокладки ГБЦ. Ну, соответственно, дальше уже все последствия, сами понимаете, смешивания масла с охлаждающей жидкостью в рубашке охлаждения и тому подобное. Вот, если двигатель не насиловать и понимать, что эта машина чисто для того, чтобы передвигаться спокойно с семьей, не спеша, да, то есть, не надувать его, это не спортивный какой-то автомобиль, это не X5, ни в коем случае не X3. Вот, то тогда, я думаю, все в порядке будет. Единственное, у робота были проблемы с пайкой, я уже рассказывал и в Kia Sorento видео, и в Santa Fe, точнее, не в Santa Fe, а в новой Sonata, о том, что были проблемы в 2022-2023 году. Пайка у нас немножко отходила, не до конца все было это качественно сделано, соответственно, вот это на управляющей плате. И переставал работать у нас насос, который обеспечивал, соответственно, вот этот мокрый робот с двумя сцеплениями маслом. Ну, отсюда, вы сами понимаете, кирдык полной коробки приходил. Вот, по 1.6 турбо гибридный, я ничего не скажу, это надо смотреть отзывы, вот, но там пока еще рано судить, двигатель относительно новый, особо каких-то проблем я по нему тоже еще не встречал. Так что, по технике у нас задняя многорычажка, само собой, спереди стойки Макфорсона, клиренс стандартной у модели 208 миллиметров, и в этой версии XRT на полтора дюйма больше, то есть 228 миллиметров. Интересный факт в том, что, вот, кстати, палисад стоит, по фоткам не поймешь реально, что эта машина меньше, чем палисад и уже. То есть, но, если сравнить с предыдущим поколением, четвертым, эта машина, если сравнить с дорестом, точнее, с предыдущим поколением рестайлинг, эта машина получилась на сколько, на 65 миллиметров длиннее, то есть предыдущее поколение было 2, не, не 2, 4, 785 или 765, это 4,830, то есть все еще нет 5 метров. Ширина точно такая же осталась, это 1900 миллиметров и колесная база длиннее на 35 миллиметров. За счет удлинения колесной базы, соответственно, больше места у нас появилось на втором и на третьем ряду, если садиться и мерять именно линейкой там или еще чем-то от коленей до спинки впереди стоящего кресла, вот. То есть машина внутри должна быть больше, плюс она выше, чем предыдущее поколение, то есть добавилось место над головой, особенно это будет актуально для рослых водителей. Так что вот по технике и по размерам вот такие вот дела, друзья, пошлите в салон и поговорим про цены. Обзор салона предлагаю начать с обзора ключа, вот такой вот ключик идет в новом Санта-Фе, открыть, закрыть, удаленный дистанционный запуск, ну и поиск автомобиля, плюс можно удерживать кнопочку и открыть крышку багажника. К самому багажнику мы еще дойдем, вот. Первое, чтобы обращать на себя внимание, конечно, новый руль а-ля Land Rover или Range Rover, соответственно, больше у нас буквочки H Hyundai здесь нет, 4 точки, как в электрических Hyundai Genesis, точнее, как в электрических Hyundai, так и в последних, Sonata, Kona и тому подобное, друзья. С левого, соответственно, управление круизом, система безопасности, вывод информации, справа мультимедиа, то есть, как и в Sonata, они немножко перенесли, это теперь это более логично. Дальше у нас за вот этими экранчиками, за единым, точнее, стеклом скрывается два экрана по 12,5 дюймов приблизительно, друзья. Вот это вот базовый вариант вывода информации, машина умеет читать знаки, можно менять вывод информации, расход топлива, трип-компьютер, какие-то еще показатели дальше, компас, система безопасности, соответственно, адаптивный круиз, удержание в полосе оповещения и тому подобное. Здесь видно положение передних колес, соответственно, для того, чтобы показать вам, насколько они выворачиваются, я их вывернул. Вот. И что еще? Электронный спидометр, тахометр, понятное дело, цифровая приборка. Что если мы поменяем режим My Drive, Snake, Normal, Sport? Я вообще не вижу никакой разницы, если честно. А если мы сейчас в Drive? Так, у нас парктроники работают. А если в самый низ? Камеры 360 нет. В топовой только комплектации и предтоповой, limited и каллиграфе у вас будет камера 360, друзья. Вот. Ну вот, в принципе, базовая система. То есть тут мы на паркинге. Базовая система, беспроводной Apple CarPlay, Android Auto здесь присутствует. Ну да, давайте уже, если начали с мультимедиа, с экрана, давайте продолжим. Соответственно, сенсорные панели. Все, как и в новой Santa Fe, в новом Kia Sorento. Точнее, в новом Santa Fe, в новой Sonate, в Sorento. Настройки. Работает эта система, кстати, достаточно быстро. Есть встроенная навигация. Ну, если вот так вот поделать. Ну да, обновили мультимедиа однозначно. То есть работает достаточно быстро. Виджеты, то есть у вас частично здесь, если мы не включаем CarPlay, само собой, то в базе у вас карта, музыка и телефон. Дальше мы листаем у вас настройки погоды, режим лакея. То есть, чтобы не было доступа у него, если вы приехали в гостиницу, и вам там машину помогают перегнать, допустим, работник гостиницы, вы лочите таким образом доступ к контактной книге контактов, там еще к каким-то вещам. Есть Hyundai Pay. То есть, я думаю, актуально это в Корее. Он показывал это в электрическом EV9. Настройки автомобиля. Настройки по помощи водителю. Режим езды, климатическая установка, настройка света, освещение, блокировка замков. Digital Keys. У вас телефон может быть вашим ключом, соответственно. Настройки какие-то дополнительные. Оповещение о замене масла можно выставить. Дальше. Что у нас еще здесь в настройках? Навигация, звук. Ну, звук такой себе. Передать звучание, соответственно, не получится по видео однозначно. Так, у нас датчик дождя здесь присутствует. Датчик, хотя я не вижу. Авто вообще режима не вижу. Скорее всего, здесь нет. Я могу ошибаться, но, по-моему, здесь нет датчика дождя. Он будет в Limited, в каллиграфе. Дальше. Автоматический свет, само собой, ближний, дальний. Отключение системы стабилизации. Режим буксировки. То есть здесь присутствует пакет буксировки. И он позволяет буксировать прицепы весом до 4,5 тысяч фунтов. Это приблизительно 2 тонны, что очень неплохо. Парковочный у вас, соответственно, брейк или стояночный тормоз у вас слева здесь находится. Управление стеклоподъемниками и всем остальным у вас также слева. Вот это вот все у вас. Дубовенький такой вот пластик, но выглядит, в принципе, неплохо. Вот эта часть мягкая, вот эта часть тоже мягкая. Вот эти вставки интересные. Вообще, хенды молодцы, прикольно так вписали эту ручку. То есть в нем сидеть интересно, друзья. То есть я не могу сказать, что он какой-то красавец, ни внутри, ни снаружи. Вот. Но в нем интересно сидеть, что-то щелкать, смотреть. Понятное дело, что управление восьмиступенчным роботом перенесено на рулевую колонку, так же, как это сделано у новой Сонаты. Дальше. В топовых комплектациях у вас будет проекция. Само собой, здесь обычное зеркало, без камеры заднего вида. Стандартный люк, светлый потолок. Дальше у вас одна беспроводная зарядка. В топовых версиях у вас будут две беспроводные зарядки. Переключение между просто зарядкой и, если телефон подсоединен, тогда будет проекция CarPlay Android Auto. Блок климата, кстати, очень гармонично все это смотрится. Двухзонный. Двухзонный или трехзонный? По-моему, здесь трехзонный. Да. Трехзонный. Нет, подождите. Фронт. Реер. Да, получается, что для третьей зоны у вас нет выбора. Хотя я могу ошибаться. Это вперед. Если мы переключаем зад, пропадает, видите, температура. То есть, по ходу только скорость обдува у вас появляется. Обратно автоматически возвращается он сам на настройку переднего климата. Плюс есть физические кнопки. То есть, выключить это все. Громкость. Также физические кнопки. То есть, не обязательно вам трогать сенсорную панель. Вы можете использовать эти кнопки. Таким образом у вас будет, допустим, если вы не отвлекались в дороге, вы помните уже приблизительно, где ваши кнопочки находятся. То есть, плюс то, что Hyundai и Kia, соответственно, не перенесли прям все это в экран, как сделано у немцев, там у китайцев и тому подобное. Качающиеся клавиши режима Normal, Snag, My Drive. Вот, естественно, никакой адаптивной подвески здесь нет. Это только реакция на педаль газа, на рулевое управление и все. Блокировка. Вот. 50 на 50. Межосевого дифференциала. Ну, это не межосевого дифференциала. Это муфта, по большому счету. То есть, включение преднатяга на муфте определенного вольтажа. И таким образом у вас получается блокировка крутящего момента 50 на 50 между осями. Дальше система с помощью спуска с горы. Камера обычная, не 360. Отключение парктроников передних. Вот, друзья. В принципе, все. Единственное, что я вот не вижу, чтобы здесь закрывалась вот эта панель. Соответственно, она будет открытая. Дальше у вас вот эта ниша достаточно глубокая, что сюда можно положить. И она открывается с двух сторон, обратите внимание. То есть, задние пассажиры тоже могут открыть. Интересное решение. Из мягкого такого материала все сделано. Срочечка. Плюс снизу обратите внимание, как парящая консоль. Снизу дополнительная еще розетка типа прикуриватель и полка. То есть, туда что-то можно положить. То есть, вообще машина интересная в плане функционала. То есть, куча места здесь для подбутыльники в картах дверей. Дальше. Какие-то полочки. Дополнительно, обратите внимание, есть еще бардачок у вас сверху. В дополнение к основному бардачку снизу. К этому всему еще есть полка прорезиненная вот здесь. Продолжается тема H буквы, да? Так, я извиняюсь. Возможно, подул сейчас кондиционер в камеру. Возможно, я извиняюсь по звуку, да? Был немножко замес. Приношу извинения еще раз, друзья. И, то есть, вот в плане функционала машина интересная. То есть, ты сидишь, изучаешь ее. Ну, не знаю, мне нравится реально. Прикольная машина. Сидишь высоко, как бы. Складывание зеркал нашей комплектации конкретно нет. В топе это все будет. В топе еще будет вторая беспроводная зарядка. Ну, прям посадка такая, как бы, интересная. Хотя, с другой стороны, по ширине машины вообще никак не поменялось. То есть, в текущем поколении Santa Fe та же самая ширина, 1900. Я так понимаю, и салон, скорее всего, точно такой же примерно. Потому что речь идет о ширине габаритной, внешней. Друзья, ну, по сидушкам, что хочется отметить, сидушки плосковаты, если честно. Несмотря на наличие вот этой вот боковой поддержки, она такая номинальная. Плюс тиснение XRT, название комплектации этой. Сидушки у нас здесь имеют базовые. Нет, не базовые. Даже в этой версии нет сервопривода пассажирского кресла. Он есть только у водителя. Ну, хотя бы поясничный упор добавили. Друзья, ну, вот как-то так. То есть, посадка скользковатая. Я бы не сказал, что прям очень удобная. Длинная подушка. Однозначно длиннее, чем в том же CX-5. И даже чуть-чуть длиннее, чем в CX-50, если с Mazda сравнивать. Чуть-чуть даже длиннее, чем в RAV-4. Приблизительно на одном уровне с этим. Встает Highlander. Друзья, переднее кресло под себя отрегулировалось. Ответ, сейчас посмотрим, сколько здесь места. Сразу видно у нас задний ряд, как галерка. Он возвышается по сравнению с передним рядом. Дальше. Нет автоматического подъема. Надо держать. Это минус. Продолжается у нас тема с подстаканниками. В этой версии за 40 плюс тысяч долларов у вас нет задних шторок. Вот эта часть также мягкая. На этом не сэкономили. То есть дверные карты один в один. Что спереди, что сзади. Это тоже большой плюс. Стекло, давайте посмотрим, у нас полностью опускается. Да, двери у нас здесь широкие. Соответственно, стекло полностью опускается. Можно с одной кнопки сложить. И из интересного то, что в новом поколении Santa Fe теперь это трехрядный автомобиль. Так же, как и Sorento. Я не буду пытаться пройти на задний ряд. Или буду, я не знаю, друзья. Нет, я туда не помещусь, потому что там действительно очень скромное количество места. Это в основном для детей, для подростков. Или если перевезти там ваших друзей быстренько из бара, из клуба домой. И все. Возвращаем это обратно. Регулировка заднего дивана 60 на 40. Можно это, соответственно, полностью сложить, превратить в ровный пол. Вот, еще можно вот так вот сделать. То же самое. Две кнопки. Одна сверху. Одна вот здесь снизу. Кому как удобно. Так, давайте я присяду сам за собой. Переднее кресло отрегулировано под меня. Рост 1,93 м. Что мне хочется сказать. Места здесь вполне достаточно. Опять эта тема H продолжается. Кстати, кто это назвал в группе американская, похоже на собачью кость. Ну, действительно, есть такое. И смотрим. Здесь у нас вот такая вот полочка дополнительная. Это, кстати, было в электрическом Kia EV9, если я не ошибаюсь. Тот самый доступ с заднего ряда в вот эту нишу в подлокотнике. Зарядки, порты. Это уже заведено так у Hyundai, у корейцев, у Kia. Мягкая верхняя часть. Дубовая, но, как писали вы в комментариях, практичная. Если дети в заднем кресле сидят, соответственно, и ножками бьются, да. То есть почистил и все салфеточкой. Вот такие вот кармашки в обеих сидушках. Дальше что еще? Ну и дефлекторы вот здесь в стоечках. Свет у нас диодный, но такой более мягкого спектра свечения. Панорама в данном случае в максимальной... Точнее, в нашей комплектации нет. Максимально у вас будет панорама. Смотрим, двери закрываются. Приятный такой звук. Да, ну понятно, машина новая, пока еще нормально. Ну, честно, я как бы приятно удивлен, что внутри пространство организовано разумно. То есть достаточно каких-то мест для мелочей, для большой поклажи, для средней поклажи. Полочки, два бардачка. То есть для семейного человека вообще, я считаю, отлично. Плюс есть подлокотник, два подстаканника. Конечно, многие могут сказать, там у китайцев круче. Но пока что я не честно не вижу никакой разницы между китайцами и этой машиной. Если речь не идет про какие-то гирлянды и 250 планшетов, а-ля Экзибит и тачка на прокачку, там где везде эти были планшеты, мониторы. То вот чисто для среднестатистического семейного человека эта машина прям, ну, отличный вариант. То есть добавилось здесь пространство, если сравнить с предыдущим поколением, добавилось пространство для седоков второго ряда и для третьего ряда. Тоже большой плюс, который связан с ростом габаритов автомобиля, габаритной длины и колесной базы, друзья. Вот это лопух, конечно, просто огромная дверь. Посмотрите, посмотрите просто на этот багажник. Это отвесный, огромный вход в пещеру. Посмотрите, под таким углом у нас тупо вертикально расположены амортизаторы. Кстати, друзья, обратите внимание, здесь у нас есть регулировка температуры. Вот оно что. То есть третья зона климата, точнее задняя, ну да, третья, это была регулировка как раз для третьего ряда. Плюс здесь розеточка домашнего типа есть, обращу внимание. Дефлекторы, подстаканники. Только не вижу для пассажиров третьего ряда портов зарядки. Вот, ну, дефлекторы, ну, прикольно, конечно, неплохо сделано. Можно это все сложить. Можно разложить. Регулировать наклон спинки можно. Если вам не нужен третий ряд, так как это у нас сложить, вот так вот складывается и уходит вот сюда. То есть, если вам не нужен третий ряд, все сложили. Здесь так прилично, я думаю, где-то тысячу литров примерно. Учитывая, что никакого скоса крыши нет, у вас чисто отвесные вот такой вот проем. Просто пещера, друзья, посмотрите с этого ракурса. Не, ну что, интересная машина. Однозначно, она вызывает или хейт, или понимание, или нейтральность, ну, нейтральность вряд ли. Или нравится, или хейт. Две кнопки закрыть, закрыть и заблокировать, друзья. И у машины также может быть пакет буксировки, куда вы можете сразу вставить ваш фаркоп. Друзья, электрического фаркопа, как у немцев, нет, к сожалению. Плюс еще одна зарядочка есть, типа прикуриватель. А снизу у вас органайзер и шторка. Вот, вот она шторка, друзья, кому интересно. Секретки присутствуют. Руководство эксплуатации, домкрат. А запаска у нас снизу. Да, запаска снизу, там же у нас видна выхлопная. И мультирычажка сзади, или многорычажка, как кто-то мне написал в комментариях недавно. Можно сложить отсюда, кстати, с помощью кнопок. Второй. И второй ряд. Левое и правое. Все, закрываем. Поворотники, кстати, вот здесь. Хотя, не, не вот здесь. Эти тоже моргнули. Эти стопы. Ну, давайте я включу аварийку, чтобы было видно. Да, вот это все-таки у нас поворотнички. Ну, интересно. И плюс крыша, сама обратите внимание, как парящая. То есть, это тема еще от Эмеля первых поколений пошла. Не видно, да? Железные стойки, да? Фактически все закрыто стеклом, пластиком. Друзья, касательно конкретно этого автомобиля на обзоре. Это 24-й год, Santa Fe XRT 2,5 литра турбо. Восьмиступенчатая трансмиссия с мокрыми двумя сцеплениями. Полный привод. Стоп-н-го. Пробочный автопилот присутствует. 17-ые диски. Хай-текс кожзам, соответственно, обивка салона. Беспроводная зарядка. Блютуз, точка доступа Wi-Fi. 12,3. Два экрана по 12,3 дюйма. Спутниковая радио Sirius XM. Запаска. Полный бак топлива. И цена 40 600. Плюс коврики и доставка к дилеру. Все вместе 42 395. Расход топлива. Заявленный здесь 22 галлона. Точнее, 22 мили на галлон. В смешанном цикле. 19 в городе, 26 в трассе. Чтобы вы понимали, 26 в трассе, это приблизительно в районе 7,5 литров по трассе. И 19 в городе, это в районе 11,5 заявленный в городе. Само собой, в реальности, это будет где-то 12-12,5 в зависимости от того, насколько тяжелая у вас правая ступня. Как вы сильно будете наживать на педаль газа, друзья. Дальше, по ценам, друзья. То есть, это конкретно этот автомобиль. По ценам вообще, старт примерно как у Sorento, где-то в районе 33 тысяч долларов. Там стоят машинки SEL. Я вам сейчас тоже, наверное, покажу. Вот. Те машины приблизительно 38 тысяч стоят. Не намного больше опций там. Приблизительно все то же самое. Если вы хотите получить проекцию, вентиляцию сидений. Если вы хотите получить Alcantara черный потолок. Если вы хотите красивые колесные диски получить. Камеры 360. Вторую беспроводную зарядку. Складывание зеркал датчик дождя. Это будет или limited. Приблизительно за 47, за 48. Или это будет calligraphy. Наверное, ближе к 50. Стоит отметить, что текущее поколение Santa Fe в топе достигает цены за комплектацию calligraphy на полном приводе. Приблизительно 50 тысяч долларов. Это до налогов. Друзья, многие из вас пишут. Вау, в Америке классные цены. Не забывайте это без налогов. То есть, вот эта машина 42 395 надо добавить приблизительно 3,5-4 тысячи на налоги в нашем округе. То есть, это будет, ну, грубо говоря, давайте сейчас 42 500. Надо будет добавить, ну, вместе с регистрацией, с налогами еще 4 500. То есть, 42 500 это будет она где-то 47-48 уже с налогами уплаченными, с постановкой на учет. Вот, соответственно, если топовая будет 50, то к ней надо будет добавить еще пятерочку. Где-то 55, она будет 55,5 с налогами. Вот, чтобы было вам удобнее приблизительно понимать порядок цен. Вот. Недавно я показал вам Sorento, друзья. Sorento, да, то есть тоже новая морда, но тоже фары никуда не переехали вниз. Sorento ощущается более пластиковым по салону. У Sorento у меня будет еще одно видео. Обязательно вы увидите топовую версию. Там мягче дверные карты, там интересные материалы отделки. Там машина заряжена с панорамой, с проекцией, с вентиляцией, камерой 360. Очень приятный автомобиль внутри. И та машина, она смотрится чуть-чуть более дорого, чуть-чуть более лакшери, если можно так выразиться. Santa Fe, я не знаю, как будет выглядеть топовая версия, но вот эта машина выглядит более спартанская. То есть она мне реально напоминает Land Rover Defender по своей сути, да, по идеологии какой-то. Плюс дизайн, соответственно, рулевое колесо. То есть, ну, интересный автомобиль. То есть нет ощущения, что он супер дешевый, несмотря на то, что, да, есть пластиковые какие-то материалы, нет там самого идеального качества. Вот, но, в принципе, друзья, моя точка зрения, автомобиль интересный получился. Кожзам, оплетка, руля. Да, серебряночка где-то, да, там дубовый пластик, вот. Но на ощупь он поярче, чем в той же Camry текущего поколения. Там Camry, неважно, друзья, как вы это называете или как я это называю, не придирайтесь сильно. И машина, в принципе, ну, интересная реально. То есть хочется что-то понажимать там, потрогать по этот большой широкий подлокотник. Вот эта вот центральная консоль такая, большая, высокая. Ну, интересная машина, однозначно. Друзья, вот, кстати, машина в комплектации SEL. Кому не хватало обзоров, облетов. Там машина, возможно, в тенечке стоит. Вот, но там хоть снимать можно, нет засветов сильных. Но если кому-то показалось темно, делаю обзоры этого автомобиля в белом цвете. Вот, видите, комплектация SEL. Не самая базовая, но и чуть-чуть меньше по опциям. Она закрыта. Да, эта машина закрыта. Вот, только-только машины приехали. Самая первая была продана неделю или полторы назад у этого дилера. То есть видим, что у XRT, вот, да, который на обзоре, у него всегда будут черные зеркала. Здесь они в цвет кузова. В остальном оперение то же самое, но здесь сразу видно, что машина ниже. Вот такой же XRT в белом цвете. Сразу видно расстояние от колеса до арки. Здесь и здесь от колеса до арки. По подвеске я вам не скажу, есть ли какие-то серьезные изменения. Скорее всего, возможно, настройка амортизатора и, возможно, пружины. Но в основном это из-за вот этой вот мясистой резины разница в клиренсе идет. Вот, так что в белом цвете кому интересно. И цена такого автомобиля в комплектации SEL. Это не тряпка. Это, кстати, SEL комбинированный салон. Если там у нас полностью кожзам-отделка, то здесь по бокам кожзам, по центру ткань. Эта машина стоит 38745 на переднем приводе. То есть разница буквально 4000 долларов, но здесь передний привод, меньше клиренс. И резина 235 на 60. Здесь уже, кстати, Goodyear идет. То есть другая резина идет на этой комплектации. Это что касательно цен. Такую вставочку еще делаю. И кому интересно, как эта машина смотрится в сравнении с Palisade. Вот Palisade, вот новый Santa Fe, обратите внимание. Разница в высоте. По ширине сразу видно, Palisade он шире и Palisade длиннее. Так что вот этот вот эффект огромного автомобиля, он исключительно на фотографиях. В жизни он не такой уж на самом деле и огромный. Вот я стою. У меня рост метр девяносто три. Но я выше, чем рейлинги. Так, для понимания, если вам это интересно, друзья. Так что вот беленький смотрится таким образом. Другие колесные диски. В остальном все то же самое. А вот наш красавчик. Еще раз вид сбоку. Обязательно, друзья, пишите ваши комментарии. Я думаю, видео вам должно понравиться. Друзья, ну что, пора подводить итоги. Новый Santa Fe 2024. Прям с воодушевлением снимаю этот обзор. Друзья, как едет эта машина? И по динамическим характеристикам, что хочется отметить. Самое первое, этот двигатель я уже тестил. И на Sonata предыдущего поколения дорестайлинг. Точнее, текущего дорест. И Sonata недавно я вам показывал. N-Line с этим двигателем. Sorento я два раза тестил с этим двигателем. Хочется отметить, Santa Fe, он самый тяжелый. Он тяжелее, чем Sorento идет. Он больше Sorento, он тяжелее, чем Sorento. В топовой версии вес доходит до 2,2 тонн. Почти 2,3 тонны. Текущего поколения Santa Fe, он будет полегче. Он где-то в районе 2 с копейками. Там 2050, 2100 заканчивается. Эта машина будет потяжелее однозначно. Сами понимаете, добавили третий ряд. Большие колеса. Машина сама увеличилась в пропорциях, в габаритах. То есть, однозначно вес здесь больше. Поэтому, если Santa Fe и если Sorento с 2,5-литровым турбо, они меньше этой машины в текущем поколении. Даже самый последний Sorento, но он-то не поменялся по габаритам. А это уже новое поколение. То есть, тот Sorento в предыдущем видео, это рестайл. А это новое поколение Santa Fe, уже пятое. Так вот, по динамике, если те машины ехали приблизительно 6,5 до 100, 2,5 турбо. То из-за возросшего веса, из-за возросшей массы, эта машина, я думаю, в лучшем случае секунд 7 поедет где-то. Опять-таки, это не про разгон. По моим впечатлениям, как ведет себя автомат, очень плавно и очень комфортно. Если вы покупаете машину, там явно произведена ревизия вот этой вот пайки на плате управляющей для коробки. Поэтому вопросов там не будет. Единственное, не стоит чиповать эти машины. Я знаю, есть возможность, там, владельцы Kia K5 GT, N-Line Sonat и тому подобное. Не стоит этого делать. Семейная машина, двигатель, это не фольцевский, там, EA38-ки или не AMG какие-то 2-литровые мощные. Или, там, не BMW-шный, B58, да даже тот B48 тоже. Это корейцы, у них все еще моторы не рассчитаны на повышенную мощность. Так что, друзья, мостер не чипуйте. Вот, эта машина спокойная, в размеренном темпе, без двух педалей, без никаких, там, попыток сделать а-ля ланч-контроль. Или, там, ланч-контроль. Она, ну, не надо издеваться. Она без этого всего поедет секунд 7 с половиной. Этого вам будет так с головой. Трехрядный большой автомобиль, сумасшедший огромный багажник, интересный интерьер, спорный экстерьер. Цены соответствуют 2024 году. Ну, сейчас везде, как бы, инфляция и все остальное, да. Базовые цены поднялись, само собой. Вот, но, как бы, вот такой вот мой взгляд. Это первое знакомство. Будут дальше какие-то другие модификации, комплектации. Там, мне интересуют топовые. Там, Limited и Calligraphy, я обязательно вам покажу. Вот, кого интересует, еще раз повторю, Test Drive и тому подобное. Обязательно мои видео Santa Fe, посмотрите, Test Drive и обзор с мотором 2.5 Turbo. И Sorento, два видео на канале с этим же мотором. Sonata Online тоже с этим же мотором. Она будет куда быстрее, конечно, там в районе 5 с копейками секунд машина едет. Тут просто огромная баржа, поэтому, ну, секунд 7 с половиной. Там, 7 может лучше, получается, на поезд с двух педалей. Break Boost. Вот, друзья, по конкурентам, соответственно, Sorento, да, родной. Из американцев это Ford Edge, хотя Edge будет чуть поменьше. Это, ну, Nissan, это Pathfinder. Ну, хотя Pathfinder он конкурент по Лисаду. Не знаю, какие-то там GMC, Acadia, вот эти трехрядные. Buick Inclay, вот эта вся фигня. Mitsubishi Outlander, он тоже трехрядный. Вот, но он будет куда меньше. Эта машина куда больше, однозначно, шире по салону. Третий ряд здесь куда лучше и больше, чем в том же Outlander, друзья, это 100%. Вот, ну, сами называйте в комментариях, как вы считаете. Возможно, еще Tiguan, он тоже трехрядный идет. Но там он уже будет по салону, места куда меньше. Эта машина просто огромная внутри по сравнению с Tiguan. Вот, в принципе, мне машина вот чисто с практичной точки зрения понравилась. Вот, мои такие выводы, друзья, это первое знакомство. Попытался сделать максимально быстро для вас обзор. Выйдет на этой неделе, сегодня уже среда. В воскресенье, друзья, ждите видео. Вот, надеюсь, вам понравилось. Друзья, поддержите, пожалуйста, канал подпиской. Нажмите лайк, напишите комментарии, как вам этот автомобиль, нравится или не нравится. Какие автомобили вы еще хотели посмотреть. Многие из вас пишут, там, GX 550, Lexus, сними, там, новую такому. Друзья, как только будет возможность, обязательно сниму. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего дня, увидимся в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok